В Люберцах прошел открытый кубок Московской области по силовому экстриму. Этот турнир стал пятым по счету и собрал рекордное количество участников. Более 40 атлетов со всей России, а также из Республики Беларусь, боролись за заветную победу. Наша съемочная группа наблюдала за зрелищными выступлениями. В этом году на турнире по силовому экстриму сразу две новинки. Впервые состязания проходят по весовым категориям и впервые в них принимают участие женщины. Виктория Яковенко из Москвы быстрее всех преодолела эстафету «Фермерская прогулка» и «Бег с коромыслом». Ее результат – 19 секунд. Да в принципе я не готовилась, я сейчас немножко приболелась. Ну да, так приехала своей силой проверить и все. Ну еще впереди три упражнения, там посмотрим, победит сильнейший, как говорится. Очень приятно, что все-таки вид спорта такой развивается, скажем так, эксцентричный для девушек. Центральный парк словно зал тяжелой атлетики под открытым небом. Среди различных снарядов – вездеход «Треккол». Это тоже своего рода спортивный инвентарь. Участника предстоит сдвинуть с места трехтонный автомобиль. Первый турнир был организован сразу после снятия ограничений по пандемии. Каждым годом становится все популярнее и популярнее. Все больше охват спортсменов. Ну и каждый год видно, что в этом году рекордное количество спортсменов. Сейчас еще будет эстафета, вот будет тяга автомобиля, кантовка покрышки. Так что сейчас отдышимся и продолжим. Ребята очень сильные, с каждым годом уровень растет участников, поэтому все сложнее и сложнее выступать. Ну и, соответственно, свой уровень поднимаем тоже. Сильнейших спортсменов определили в трех весовых категориях – до 85 килограммов и выше. Для каждого участника этот турнир стал очередной проверкой своих сил и стимулом двигаться дальше.